Особое мнение на 101FM Сотрудники полиции задержали подростка и доставили его в отделение, засунув в багажник Вот такой заголовок накануне прошел просто по всем федеральным даже СМИ Вот что, почему так? Что с миром? Есть какая-то связь, может быть, с той новостью, которая не так давно была Помните, из Кирова-Чапецка, когда спасатель отказался помочь тонущему ребенку и мальчик утонул в итоге? Ну, на мой взгляд, это не только то, что в мире происходит Это такое зеркало, как этот мир показывают на сегодняшний день В том числе, как показывают журналисты, как показывают новостники, как показывают средства массовой информации Ну вот правда, по всем федеральным СМИ новость разлетелась Знаете, не то, что недавно, я в какой-то момент задумался о том, чем средства массовой информации отличаются от медиа Ну, то есть мы же привыкли называть там одновременно эхо, радиоэхо Москвы в Кирове, там, да Как и медиа, и как средства массовой информации Они не отличаются на самом деле Средства массовой информации, это такое средство, которое массово поражает безразбору, скажем так Всех, кто соприкоснулся с этой информацией А медиа в данном случае, это, ну, скажем так, средство, которое выступает средством для диалога некоторых сторон То есть с одной стороны есть сторона, которая вещает, с другой стороны есть сторона, которая потребляет И они, как правило, разговаривают по определенным там вопросам И там бывает там общество и власть, там, например, общество и предпринимателей Там есть какие-то другие там выстраиваются связки Вот в этом примере, который вы привели, мне кажется, что это как раз проблема средств массовой информации Проблема какая? Потому что для средств массовой информации очень важно что? Читаемость, цитируемость, как бы количество показов, количество лайков, ну и так далее А проблема в чем? А проблема в том, что человеческая натура легче потребляет информацию негативную То есть, и я даже знаю, что у новостников, сотрудников различных, там, интернет Изданий, там, и так далее Есть целый такой райдер, по которому они могут новости запускать в эфир или не запускать И там вот этой чернухи, ее очень много То есть, если там убийство, то там убийство должно быть какими-то там нюансами и подробностями Если это там ДТП, то там обязательно должен участвовать кто-то там высокопоставленный или еще что-то Если это информация о представителях власти, то желательно, что они должны быть каким-то образом там задействованы в чем-то нехорошем И отсюда у нас рождается именно такая повестка, где позитива очень мало Кажется, что все вокруг только убивают, нарушают свои обязанности и не делают ничего хорошего Это мы сейчас, да, говорим о СМИ, о том, как видится мир тем, кто нас читает или слушает Но в чем секрет-то? Ведь никуда не денется этот ребенок, которого везли в багажнике, если мы о нем не напишем Ситуация-то была В Чапецке ребенок утонул, это было В семье не без урода И такие моменты, они всегда есть То есть в любой профессии, наверное, в любом, там, среди чиновников, среди полицейских, среди этих Естественно, эти факты нужно вскрывать Естественно, журналисты, ответственные граждане Ну, а среди журналистов очень много людей с ответственной гражданской позицией Они стараются эти факты вскрывать и показывать Но я все о том, почему, вот почему можно взять ребенка в багажник засунуть Да еще и человеку при исполнении Так нельзя Ну, реально нельзя Но, вот смотрите, а в советское время такое происходило Ведь тоже происходило, но об этом не писали Об этом очень редко То есть, какие-то вот такие моменты, их вскрывали, ну, гораздо реже, что ли И здесь, мне кажется, ну, есть проблема в обществе, есть проблема в воспитании Например, я могу сказать одну из причин, там, причин-то очень много Но одна из причин, это то, что воспитание уходит из школы Оно ушло уже практически из школы Практически педагогам за воспитательный процесс не платят Им платят за соблюдение стандартов по передаче знаний И, соответственно, ребенок, находясь, там, треть жизни, там, в школе, условно говоря, да Не, там, когда я с ним не занимаюсь воспитательным, там, процессом Какими-то передачами морально-нравственными, этическими каких-то ценностей, да То есть, то он воспитывается, ну, в среде, там, ну, такой, скажем, где выживает сильнейший Где можно наплевать, там, на, там, помощь ближнему Где можно не учитывать человеческое достоинство Где можно не читать какие-то культурные произведения Можно никак не относиться к своему, там, прошлому, там, наплевать на будущее То есть, есть, пать, пить Удовлетворять свои простые потребности и считать, что ты живешь Вот, к сожалению, вот это вот все потери, там, нравственных ориентиров И потери того, собственно говоря, каким мы бы хотели видеть гражданина нашей страны Это и ведет к тому, что появляются такие люди, их, наверное, больше В силу того, что, ну, в целом, как бы, мир становится более открытым, прозрачным, да То есть, сейчас гораздо больше можно увидеть таких вот, ну, как бы, скажем, увидеть и написать То есть, блогеров много, у людей, у которых паблик читающих много И поэтому они замечают, они, опять же, понимают, что если они стали свидетелями такого Они выложат паблик, у них сразу там вырастет Трафик пойдет Ну, и так далее И вот эта вот погоня за вот этой дешевой популярностью, я бы сказал Она движет миром, движет молодыми людьми, движет журналистами в том числе Перейдем к повестке экономической и политической Я хочу напомнить, что вопросы здесь могу задавать не только я, но и вы, все наши слушатели Для этого у нас сейчас есть телефон, на котором установлены и Вайбер, и Ватсап Есть у нас группа во Вконтакте, писать можно по номеру 8 909 720 101 и 0 Пишите, обязательно зададим ваши вопросы Михаилу Шевелеву А теперь вопрос от меня следующий Группа депутатов УЗС предлагает сократить к следующему созыву число парламентариев на четверть с 54 до 40 У нас был в прошлом особо мнение Роман Титов, он нам рассказал об этом, он среди как раз тех, кто эту инициативу предлагает Не буду пока говорить, что говорит и как обоснует все это он обосновывает, но хочу вас спросить для начала Что вы на этот счет думаете, нужный это шаг или нет, может быть он в чьих-то интересах И что и как нужно сделать, чтобы интересы всех были в этом случае тогда учтены Ну, хороший вопрос, на самом деле, если погружаться в глубину, что нужно сделать, чтобы интересы всех были учтены И, скажем так, представлены интересы всех граждан в важнейшем законодательном органе региона Ну, начнем с простого У нас кадровый голод То есть кадровый голод во всех эшелонах власти, во всех, скажем так, даже предпринимательских структурах Во всех предприятиях, организациях Вообще везде у нас кадровый голод То есть нету тех людей, которые могли бы взять на себя, ну, или их мало Неправильно говорю, что нету, да, их мало Которые могли бы на себя взять груз ответственности и нести, ну, достаточно достойно, так скажем, миссию В том числе и среди депутатов То есть среди депутатов, возможно, там другие причины, нежели там профессионализм и грамотность Хотя, на мой взгляд, она главная Это вот вы сейчас о тех, кого Роман Титов молчунами называет, да? То есть они есть, но вроде бы... Ну, о тех, кто говорят, я, честно говоря, не считаю их сильно большими профессионалами в сфере законодательного творчества То есть я не могу сказать, что у нас депутатов выбирают по принципу профессионализма в законотворческом процессе И эти люди, приходя на эти должности, начинают заботиться о том, как издать тот закон, который сделает жизнь кировчан лучше То есть это как бы моя искренняя позиция, потому что выбирают у нас совсем за другое и для другого И потом работают по-другому, скажем так Вот, поэтому здесь, ну, наверное, я не буду делить на молчанов и немолчанов Потому что ключевой момент тут все-таки качество законотворческого процесса и качество голосования А здесь я не могу выделить кого-либо из текущего законодательного собрания и сказать, что вот этот человек молодец Он действительно отстаивает интересы, он голосует, он приводит аргументацию И он работает на такой, скажем так, системно, скажем так Потому что есть люди, которые действительно говорят правильные вещи Есть люди, которые как бы в одиночку пытаются что-то сделать Но это не системно, потому что, ну, даже там взять какие-то инициативы, связанные с уменьшением налогообложения, например, местных налогов или еще чего-то То есть, ну, какие-то здравые мысли, особенно в период, там, посткоронавирусный То нашему законодательному собранию говорит Минфин о том, что мы не можем, там, уменьшить доходную часть бюджета Соответственно, мы не можем, там, снизить какие-то налоги Соответственно, вы давайте решайте так Что бы лучше было предпринимателям? А как делать так, чтобы наполняемые бюджеты и соблюсти, там, какие-то федеральные нормы? Вы сейчас так говорите, будто с 54-х нужно до ноля сократить Ну, если честно, то количество здесь, если бы уменьшение количества перерастало в качестве Я бы голосовал, действительно, за существенное снижение количества депутатов То есть, если бы они работали качественно, были независимы и работали на благо регионов Ну, вот как-то такие, знаете, пафосные слова, но пафос – язык высоких смыслов И в данном смысле очень важно, чтобы эти люди имели государственное мышление То есть, государственно ориентированное, а не бизнес-мышление То есть, к сожалению, у нас сегодня экономика, скажем так, правит политикой Или старается править политикой И поэтому те, кто в экономике, они стараются прийти в политику и защищать свои экономические интересы Давайте вот ко второму теперь тогда вопросу Как сделать так, чтобы интересы всех учесть? Потому что многие уже начинают Единую Россию обвинять, что она это в своих интересах делает И кого сокращать? Списочников или одномандатников? Какой пример приводят? Сократить предлагают как раз списочников А представители оппозиции приводят пример, что из 27 депутатов, которые прошли по одномандатным округам, только один от оппозиции Ну, действительно, видите, опять же, когда мы говорим про бизнес-интересы То мы всегда будем иметь очень четкую логику и математику То есть, мы говорим, сколько есть округов Мы говорим, кто в этих округах представляет наибольшую экономическую, скажем, силу От этой экономической силы будет двигаться определенный кандидат, собственно, в депутаты Этот кандидат в депутаты будет решать свои вопросы правдами и неправдами, чтобы быть избранным И уже среди этих 40, 30, 20, я не знаю, 50 человек будет решать свои вопросы Вот как сделать так, чтобы не экономические субъекты решали свои вопросы в законодательном институте А чтобы люди от граждан, от жителей региона имели возможность быть представленными и решать свои вопросы не за страх, а за совесть, скажем так Вот это большая задача, и она, честно говоря, это очень политическая задача Здесь, конечно, мы когда пойдем по пути одномандатников, всегда будут выигрывать субъекты экономические Когда мы пойдем по политическому пути, будут выигрывать наиболее сильные партийные, скажем так, структуры Мы это видим, то есть только те, кто представлен в Госдуме и представлены в законодательных собраниях чаще всего Вот, но здесь, мне кажется, сейчас очень важно, чтобы появлялись вот такие новые субъекты Или там какие-то именно партийные, коллективные субъекты Которые могли бы вместе, объединившись, быть представленными в таких законодательных институтах Ну, например, появляется партия «Новые люди» в каких-то регионах То есть я слышал, когда был в Самаре, разговаривал с представителями правительства Они говорят о том, что очень, скажем, сложные ощущения Когда молодежь масса выходит из рядов «Единой России» и вступает в партию «Новые люди» Потому что считают, что там есть больше, скажем так, карьерный рост Там есть больше возможностей, там есть больше свободы И, соответственно, они, объединяясь вместе, объединяясь предопределенными лозунгами переменной И там «Дай партия, дай порулить», скажем так, да То есть они имеют достаточно большие, на мой взгляд, шансы и перспективы До ними нет какого-то шлейфа У них есть желание делать все, устраивать мир более современно, по-своему Они могут что-то там по-новому обещать и по-новому подходить У них нет каких-то обязательств, и этим они хороши Я правильно слышу? То есть уравновешенность должна быть на ваш взгляд? Она должна быть политическая культура, уравновешенность И должен быть определенный доступ и лифт во власть И при этом это не должно быть попадание в систему, где ты со своими пылкими мечтами и надеждами Перемалываешься всегда и превращаешься, какой бы ты ни был, в определенную безликую серую массу, нажимающую на кнопку То есть вот когда появится вот эта культура, чувство собственного достоинства в этих политических структурах И желание быть действительно там самостоятельным, независимым Ну и в определенном политическом слое, в политической культуре вести свою деятельность Тогда, мне кажется, появится, во-первых, политическая конкуренция А отсюда уже появятся и все институты, которые позволяют в рамках этого политической конкуренции Принимать наилучшее для жителей, для избирателей решение Пока же этого не будет, у нас все будет принятие решения кулуарное На каких-то личных договоренностях Под него уже, под этой личной договоренности и кулуарное решение Будет приниматься общественное, скажем такое, подниматься мнение Которое будет, ну уже, скажем, воплощаться в жизнь Не важно, сколько у нас депутатов и как они избираются То, что это технически сейчас удобнее, чтобы вместо того, чтобы искать новых, работать с новыми Мы, по сути, ну как бы списываем некоторых старых и оставляем тех, кто был всегда То есть это говорит о том, что мы теряем экономическую субъектность То есть мы теряем определенных крупных игроков, скажем так, да, то есть экономических Это говорит о том, что мы теряем определенную конкуренцию в этом процессе То есть, естественно, если мы переходим в одномандатники Это очень откровенно говорит о том, что, ну, неважно из какой ты партии Важно, чтобы ты был договороспособен там по своим бизнес-моментам Вот Поэтому это решение не нацелено на развитие политической конкуренции А жители как раз в этом и заинтересованы, любого региона С депутатами закончим, потому что времени мало, а тем много Но вот у меня еще есть один такой вопрос А кого-нибудь еще в Кирове можно сократить? Сократить? Коротко В аппарате власти? Да, например, где угодно Можно То есть, например, этот же Фургал в Хабаровске показал Что при поиске определенных решений и средств в бюджете Можно сохранить достаточно большое количество народу Какие причины не сокращать? Чиновников имеете? Да Какие причины не сокращать? Ведь, смотрите, у нас за последнее время Произведительность чиновников очень резко увеличилась За счет использования информационных систем управления Она должна увеличиться, она просто не может никуда деться У нас есть куча различных реестров Раньше же все вручную писали, читали, делали А сейчас очень много таких реестров, которые автоматизированы Есть очень много шаблонов и практик, которые наработаны В сфере закупок, в сфере различных подходов Даже в сфере работы с гражданами Достаточно много на сегодняшний день кейсов Анициативного бюджетирования до различных публичных слушаний Они есть Можно просто как бы управлять и работать Но у нас, к сожалению, вот этот тренд на то, что нужно Знаете, в чем момент? Производительность труда бюджетная Считается не по количеству людей, которые осваивают бюджет А по количеству бюджетных денег, освоенных на количество людей Скажем так, да? Вот и за единицу времени, что ли Поэтому с ростом бюджета у нас производительность, она как бы всегда растет Потому что чем больше мы денег тратим, тем эта самая производительность увеличивается А здесь необходимы другие качественные характеристики и показатели То есть производительность бюджетная должна быть более, скажем так Приближена к получению благ жителями региона То есть сколько благ они бы могли получить за эти же деньги Ну, при других условиях, скажем так Поэтому сокращение, возможно, сокращение, на мой взгляд, необходимо Но проблема другая Эти люди, когда будут сокращены, куда они пойдут работать? Вот куда их трудоустроить-то? То есть нет ничего хуже, чем недовольные бюджетники Вот честно скажу Поэтому тут палка о двух концах И государство, на мой взгляд, просто сознательно раздувает штат Потому что пусть они будут здесь, мы им будем платить деньги Они будут ходить голосовать правильно И поэтому все будет хорошо Это такой признак как бы некоего стабильного, ну, стабильной деградации К следующей теме переходим С 10 августа открываются кинотеатры и театры В общем-то уже все почти открыто Только вот массовые мероприятия не проводят При этом статистика ничем не отличается, по-моему, от того, что было там 2-3 месяца назад И вообще есть какие-то странные подозрения Уже у многих их все высказывают И удивляются, почему нам о смертях, например, перестали сообщать Вот это вот что? Это некий переход какой-то к шведской модели? Да, вы понимаете, о чем я говорю? Я боюсь, что это очень умные слова Я не видел еще дискуссию в Кирове по шведской модели хорошую Хотя она, на мой взгляд, была бы интересна и необходима То есть когда бы представители гражданского общества порассуждали бы о том Ну, изучили, во-первых, шведский опыт, да А потом начали бы рассуждать о том, а что там случилось на самом деле Поэтому я про шведскую модель не стал бы говорить А вообще то, что это такое, это как бы, ну Ну, во-первых, любая статистика и любая там трагедия И любой, как бы, некий негатив, он в сознании людей имеет свойство, ну, скажем так Привыкаться, рассасываться и, ну, жизнь-то идет То есть, да, мы посидели там на карантине, мы с запертыми посидели Мы почувствовали что-то такое, мало кому понравилось Потом, когда открыли ворота, все поехали на самолетах, на машинах разными способами Вот, но, мой взгляд, мир-то уже прежним не будет Потому что я вот проехал по кольцу Тольятти, Самара, Казань Ну, еще в Москву залетал пару раз Вот, я должен сказать, что так или иначе Вот эти вот меры предосторожности, социальная дистанция, масочный режим Они уже становятся таким, ну, обыденным, что ли, как бы, таким моментом И мир делится на две категории Те, которые заботятся о ближних и которые, ну, как бы, ну, в общем, нам все равно То есть, как фатализм, это такой русская достаточно черта Тот же Роман Титов, да, который был у нас в понедельник Он сказал, что даже и, вот вы как раз о том же, что люди научились уживаться с вирусом Да, можно назвать это так Я не думаю, что они научились Они просто начинают привыкать То есть, нам деваться некуда И, опять же, эти все экономические ограничения Опять же, еще момент Второй такой массовой, кажется, так, безработицы Ну, или, там, получение денег из бюджета ни за что Ни бюджет, на мой взгляд, не переживет Ни люди не переживут То есть, это уже будет некий элемент привыкания, там, междевенчества Что будем ждать Давайте посидим, там, нам еще, там, по 10 тысяч, там, на ребенка дадут Там, здесь предприятию, там, дадут, там, такие-то, там, да Главное, вовремя акведы сейчас сменить, привести их к пострадавшим Чтобы потом иметь возможность получать льготы из бюджета Вот Но этого не допустит бюджет То есть, это сейчас он не может себе просто-напросто позволить То есть, еще по этой причине, на ваш взгляд, не будет уже таких жестких ограничений Да, да, даже если... А первая волна, вторая волна, статистика, количество умерших Ну, это же информация, и работа с информацией будет вестись так, как будет удобно власти То есть, тут ничего личного Тут, в данном случае, будут приниматься решения, исходя из того, чтобы и паники не допустить И чтобы экономику не разрушить, и чтобы система здравоохранения могла как-то справляться с этим То есть, на мой взгляд, тут, вот, тут самое-то слабое звено Это, и самая сила Швеции, это в том, что адекватность мер, оно связано с тем, как организована система здравоохранения Ребята во власти, вам делегировано от народа право делать так, чтобы максимально нивелировать эффект эпидемии Вы им воспользуйтесь максимально качественно То есть, не ограничивая там передвижение, не ограничивая гражданское общество А делать так, чтобы законными, разумными, какими-то техническими моментами эту ситуацию держать под контролем И она, конечно, очень серьезно лежит на плечи здравоохранения И тут мы приходим к тому, что, ну, хорошо, коронавирус А есть и другие отрасли здравоохранения, которые сегодня становятся забытыми за счет коронавируса Там перестают, наверное, внимание обращаться на какие-то другие моменты Наверное, уже нет, наверное, уже все это выровнялось все-таки Ну, видите, коронавирус, такая болезнь-то интересная То, что, ну, сколько я про нее читал Она все-таки в большей степени подрывает иммунитет И бьет совершенно в разное направление То есть на сердечество, существо Ну, мы с вами не медики, мы сходим на рекламу Ну, мы сходим на рекламу Действительно, это программа «Особое мнение» Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова А напротив меня руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования Михаил Шевелев Мы продолжаем, Михаил, я еще раз напомню Наш номер 8 909 720 101 0 Пишите нам в Вайбере, в Ватсапе Вконтакте тоже можете писать Генплан обсудили в понедельник вместе с жителями города Кировчане высказали свои предложения, задали вопросы Михаил, хочу спросить вас Вот вы бы что спросили или что предложили? Хороший вообще вопрос То есть что бы я предложил и что бы я спросил Зачем генплан? Ну вот как бы, да То есть администрация должна очень четко понимать Место генплана В стратегическом развитии города То есть сегодня стратегия развития города Она не принята То есть сегодня Она разрабатывается параллельно Она разрабатывается, скажем так И в рамках этой стратегии Колоссальное количество неглупых ребят Тоже приняли участие Потому что в рамках вовлечения общественности в обсуждение Были привлечены там несколько групп Пять по-моему групп Да, пять групп было создано И они обсуждали эту стратегию Они предложили кучу здравых совершенно мыслей, идей Начиная там от миссии города Заканчивая там совершенно там техническими Тактическими вещами Мероприятиями, которые должны быть в стратегии и так далее Так вот Разработка генплана ведется параллельно Кажем там, да Там есть ключевые такие вещи Они, на мой взгляд, есть там пиар-вещи Есть какие-то вещи, ну абсолютно такие Технические с точки зрения того Как город должен быть устроен Как он должен архитектурно быть выстроен Какие там есть госты, нормы, правила Там и так далее Вот И на мой взгляд Ключевым-то моментом по отношению к генплану Является то, что Все-таки процедура вот этого Работы над генпланом То есть общественного вовлечения Работы с жителями То есть разъяснительный характер То есть некое такое гражданское просвещение Зачем нужен генплан Оно должно вестись вот Непрерывно То есть, понимаете Не просто там объявление В информационных системах о том, что мы заключили контракт с разработчиками А вот прямо Много-много-много разных шагов С разными общественными группами С разными сообществами О том, что такое генплан Для чего нужен генплан Какие процедуры в генплане являются ключевыми, важными и так далее Вы это к чему? К тому, что люди, приходя вот на эти общественные слушания Не совсем понимают В том числе В том числе Это очень непростая То есть я знаком с людьми, которые Ну, знают, что такое генплан Да, мы с ними разговаривали То есть я должен сказать, что для меня там белых пятен Очень-очень много Хотя я представляю, что такое муниципалитет Как он там выстраивается Как он стратегически должен развиваться Ну, не как он именно должен развиваться Но какие есть определенные там Научно доказанные шаги в его развитии И есть законодательства по генплану Я очень хорошо понимаю, что формально Все требования со стороны законодательства по разработке У нас совершены То есть администрация, я не думаю, что где-то нарушила Но такие косяки Я по-другому, извините, не могу назвать это слово Например, информация о том, что Перед публичными слушаниями Областная администрация Не согласовала предложенные изменения в генплан Ну, то есть она как бы сказала, нет, нам это не нравится То есть получается такое восприятие у людей О том, что там люди работают, делают, обсуждают, вовлекают Потом пришли к вышестановящему начальнику Он говорит, нет, мне не нравится, идите-ка там Поработайте, переработайте Водникает вопрос, а что там нужно переработать? А что им именно там не нравится? А как он так разрабатывался? Если там взяли, принесли Они ведь тоже участники этого процесса Они ведь не просто начальники Потому что есть областная собственность, есть областная земля на территории города Есть функции столицы города Которая, собственно говоря, там совместно реализуется городом и областным правительством Есть, ну, еще какие-то моменты Нельзя просто вот так взять, сказать, там кинуть Нельзя, переделывайте, понимаете? И, а такой как бы вот некий такой ответ И вброс в это самое Или там подхватили все СМИ Опять же, ну, нам сказали нельзя, они плохо отработали То есть непонимание абсолютное Люди в первый раз услышали, что такое генплан Большинство жителей, я вас уверяю Они вообще даже не представляют, о чем речь Понимаете? И сейчас из этого всего генплана Выдергивают там 3-5 вещей Которые начинают обсуждать там Мост И все поехали там обсуждать Нужен мост, не нужен мост, зачем нужен мост Администрация, я вас уверяю У нее есть свои резоны Строить мост Строить мост именно там То есть там есть миллион информации Которую нам с вами недостижим Она там собирается из разных департаментов Из разных министерств Где-то аккумулируется Принимается решение Было бы здорово, чтобы нам ее доносили Нужно там западный обход строить Или восточный обход Если восточный обход, нужен мост Там или там Какие-то вопросы, понимаете, они такие Я слежу за информацией Я разговариваю со многими людьми У меня нет цельной информации И я не могу никому сказать Вот меня спрашивают Нужен мост, ты за мост или не за мост? Я не знаю За мост я или не за мост? И вот этот вопрос Как бы самый простой Зачем нужен генплан? Если он не понятен никому Как бы из жителей Он так меня беспокоит Хотя я понимаю Что если бы меня спросили На экзамене где-то Зачем нужен генплан Муниципальном развитии? Я бы все слова Наверное, правильные бы назвал А можно тогда Вот на этот же вопрос Вы и попробуете ответить И предложение внести Которое тоже просят Что в этой ситуации? Я такой двойной Я с одной стороны экономист С другой стороны Я специалист по работе С Скажем так С населением Или там Лучше сказать С жителями То есть я очень четко понимаю Что Любое Насильное Благо Для жителей Которое Непонятно Неприятно Оно будет Восприниматься В штыки Любая лавочка Если она Как бы Поставлена Без Как бы обсуждения Согласования Одним она понравится Потому что они вечером Смогут на ней посидеть На гитаре поиграть А другим она не понравится Потому что была тишина Был тишеблаж А сегодня На лавочку поставили Как бы И стало все шумно Поэтому Ключевой момент В любом городском управлении Это работа С сообществами Это работа Просветительская Это работа По информированию О том Что делается Как и зачем делается Я вас уверяю Если эта работа Проведена качественно Там нет вопросов Потому что Здравый смысл Всегда победит Всегда будет Баба Яга Которая против Она всегда есть В любом обществе И не угодить всем Тем более В таком большом Хозяйстве Как город Поэтому должен быть Хозяин У хозяина Должно быть решение И этим хозяином Как раз и должен Выступать генплан Стратегия И независимо от того Кто стоит во главе Этого хозяйства Он должен понимать Что он служит Вот этим вот Не просто документом А этим решением Людей Которые приняты В результате большого обсуждения А вот такие вот вещи Михаил Например Как тот же МОЗ Третий Или еще Что-то такое Масштабное Это знаете Как портал На Бали Из Кирова Они вообще Должны быть Вот в таких Генпланах Ведь это что-то такое Да вот Ну может быть Сделаем Может быть Нет Помечтаем Генплан Нам ну как бы Не мешает Помечтать Вот так правильно Сделать Или нет Я не знаю Я почему-то вспомнил Пока вы рассказываете Самое первое Публичное Обсуждение Которое Были проведены Перед реализацией Программы Безопасной И качественной Автодороги То есть Когда нам Выделили эти миллиарды В рамках развития Агломерации Пришел Тогда Министр дорожного хозяйства И Как бы Тем общественникам Которые на это пришли Это для них было Формальное Мероприятие Слушание На слушание Что нужно было Послушать Вот он Нам Тогда Общественникам Собственно говоря Рассказывал О том что Будет вот так Будет город сад Сейчас мы приведем Полотно там Надлежащее состояние Потом мы будем думать О будущем Потому что программа До 25 года Ну и так далее И один из ключевых вопросов Который задали все участники Там будет третий мост В рамках вот этой Программы Потому что если Агломерация То должен быть Третий мост Потому что без Третьего моста Соединение между Чепецком И Слободским Оно очень Ну разрывное То есть оно Не Как бы не дает Возможности Развиваться О отсутствие В чем В чем суть В чем суть Экономических Рынков В чем суть Там развития Малоэтажного строительства Каких-то вот там Третьей мост Я-то немножко о другом Я об этом мосте слышу И примерно представляю Где он должен быть Я-то вообще думал Про мост Который должен быть Где-то в районе Первомайского То есть это Пригород Слободского И он напрямую Связывает Чепецкий-Пермайский Сейчас говорят Про Корчонкина Правильно? Если я правильно понимаю То это мост Вот здесь Прям в городе В Кирове Из центра С милицей Он нужен То есть Мост необходим Он сто процентов Как бы будет Определенный Экономический Плюс Давайте В развитии Города Это сто процентов Начиная от Самых денег На стройку И заканчивая Тем Что Это будет Ну Повышение Экономических Характеристик Взаимодействия Экономических Субъектов Ну так вот Как бы Сложными словами Вот Вопрос Где он будет Как он будет Ну мы сейчас с вами Мне кажется Надо специально Пригласить специалистов Которые бы Объяснили Где Какой мост Зачем мост Почему И так далее На какие деньги Самое главное Этот мост То есть это может быть Просто мечта Вот я об этом и говорю Я говорю Как раз о том Что мы все мечтаем И мечтаем Все это вписываем В какие-то Планы А есть программа Безопасная Качественная Автодороги Есть как бы Какое-то развитие Транспортной сети Есть стратегия Развития Там города Кирова Например Да То есть есть Я кстати При стратегии Развития Города Кирова Ни разу не увидел Чиновников Заводороги Ни разу При том что Например Чуваший Когда я видел Когда обсуждали Стратегию Там открывало Всегда Открывало Первое лицо Губернатор Всегда присутствовал Министры Всегда присутствовали То есть Я не понимаю Как бы Вот это вот Отношение Когда Город отдельно А Там Регион отдельно При том что В городе Плюс Чепецк Слободской И взять там Плюс 100 километров Проживает 70 процентов Всех жителей У нас время Заканчивается К сожалению На такой Жаркой дискуссии Михаил Спасибо вам За эфир Доброго дня И доброго дня Всем слушателям Спасибо вам Особое мнение На 101FM